Всем привет дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей и четвертый сезон сериала Кобра Кай, что продолжает историю серии фильмов 80-х Парень Каратист, вновь превзошел все ожидания фанатов. Каждый эпизод нового сезона не терял ритма повествования, фокусируясь на сложных отношениях персонажей, а также на развитии истории с самым важным турниром по карате. Кроме того, главной темой сезона стала необходимость в переменах, так как Дэниел и Джонни, которые все никак не могли найти способ сработаться, наконец-таки доперли, что гнуть только свою палку это не самый лучший путь и работать сообща куда эффективнее, что помогло Сэм в полной мере полноценно объединить карате Джонни и Дэниела в свой собственный уникальный стиль. Ну и в принципе все остальные ученики карате старались комбинировать стили конкурирующих дадзё. Также по уже сложившейся традиции в сезоне вернули еще одного персонажа из прошлого, такого как Терри Сильвер, что судя по концовке очевидно станет главным антагонистом пятого сезона, ну и добавили парочку новых персонажей, таких как Кенни Пейн и Дэван Ли, что в продолжении вероятно еще сыграют свою роль. Да и вообще продолжение истории обещает быть интересным, ведь финал сезона оставляет за собой очень много вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. К примеру, найдет ли Мигель своего отца, чем Чоузен поможет Дэниелю остановить Кобру Кай, как поступит Тори, узнавшая правду о подставе на турнире, вернется ли Крис и многое-многое другое. Так что скучать очевидно не придется. Ну а сегодня мы с вами глянем, как актеры сериала, такие как, запоминайте, потому что это действительно пригодится, Холо Мари Дуэньо, он же Мигель Диас, Теннер Бьюкеннон, он же Робби Кин, Мэри Мэтлин Мауэрс, она же Саманта Ларусе, Джанни Десенса, он же Димитрий, Джейкоб Бертран, он же Ястреб, а также Пейтон Лист, она же Тори, сыграют в игру под названием «Кто скорее всего?», где они поделятся забавными историями со съемок, а также позволят нам узнать их получше. Ну и конечно, параллельно мы с вами нарисуем небольшой арт. А если у вас есть желание поддержать канал или отправить теплые обнимашки автору, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти или на самом канале. Итак, при съемках сериала, как и фильма и любого другого художественного проекта, нередкими бывают случаи, когда актеры порят дубль, выходя из роли и начиная смеяться по тем или иным причинам. У актеров спросили, кто, скорее всего, проколется, и первым начнет ржать, создав такую ситуацию. Холо, Теннер. Холо, Теннер Бьюкеннен. Какого хера? Теннер, да. Я думаю, Теннер. Я не могу припомнить ни одной нашей с Теннером сцены, где хоть кто-нибудь бы из нас не раскололся. И это всегда из-за какой-нибудь самой тупой фигни. Типа из-за затянувшегося взгляда друг на друга от секунды или дольше. И ты там просто в момент... О, нет! Мне кажется, ты смешишь сам себя. Ну что я могу поделать, если я такой смешной, прирожденный комик по жизни? В сериале Кобра Кай активно демонстрируются различные боевые трюки. И актеры, насколько это возможно, стараются выполнять их самостоятельно. То есть в каждом сезоне они стараются выкладываться, чтобы показать новый уровень каскадерской подготовки. Поэтому следующим вопросом их спросили, кто, скорее всего, справится с трюком с первого дубля. Мэри, Теннер, Джейкоб. Я думаю, Холо. Мне кажется, что каждый раз, когда мы начинаем заучивать движение, у него всегда выходит немного лучше, чем у меня. А потом мы идем на Койот Крик. Да, это было ужасно. Да, это так. Я думаю, что мы в этом были как хороши, так и плохи в разное время. Но мы с Пейтон всегда... Всегда заряжены и готовы к любому следующему испытанию. В этом есть смысл. Это Джейкоб. У Джейкоба есть свой прыжок. У тебя прыжок. Мэри, Мэри, я думаю, у нас с тобой с первого дубля все получается. Спасибо, да, я тоже так думаю. А я вообще тут просто за компанию. Койот Крик, который упомянул Холо, место тренировок из третьего сезона оказалось действительно довольно суровым местом для съемок. Со слов актеров, там было холодно, и делать все трюки, валяться на земле и прыгать там было довольно тяжело. Поэтому затуп там был у всех. Все персонажи сериала Кобра Кай колоритные, интересные и глубокие, со своими характерами и проблемами. За развитием большинства из их судьб действительно интересно наблюдать. И следующему актеров спросили, кто больше всего похож на своего персонажа из сериала. Наверное, Пейтон. Да, я тоже думаю, что Пейтон... Чего вы там вякнули, ты кошмар наяву? Тут и думать не надо, Пейтон. Я думаю, что мы все так считаем. Пейтон, она же такая жестокая, да, на монстр. Стой, ты же так в стиле Тории, ты не могла камеру отвернуть. Мы здесь с вами не врем, ребята, у нас здесь все по-настоящему. Я хотела сказать, что Джанни похож. Джанни сто пудов. Ну да, ооо, это точно. То есть хочешь сказать, что я ботан и мне можно навалять, да, окей? Да, но у тебя девушка есть. А, ну да, у меня девушка, спасибочки. Джанни, ты достоин всего мира, Джанни. Ты заслужил все это, приятель. Я теперь немного сожалею о том, что сказал, что ты как Тори, но не совсем. Спасибо. Ну, кстати, а че они? Между прочим, ботан ботаном, конечно. Но Дмитрий очень даже неплохо прокачался. И дрался на турнире вполне, вполне себе достойно. Ну и, конечно, с девушкой ему, естественно, повезло. Будем надеяться, что и в пятом сезоне он продолжит в том же духе, и она его не бросит. Далее у них спросили, кто меньше всего похож на своего персонажа. Мэри. Джейкоб. Я тоже думаю, что Мэри. А, нет, Хола. Хола. Не, я согласна, не хочу быть похожей на Саманту. Я хотела сказать, о, да она как девчонка по соседству. Думаете, что это я? На Саманту все равно никто не любит, так что да, это неправда. Я не думаю, что Теннер прям супер похож на Робби. Прямо в точку, я тоже так считаю. Да, мне кажется, что и ты, Джейкоб, тоже, ведь у тебя нет тату на спине. Мой персонаж вообще полный психопат. Так что, если бы вы мне сказали, что я прям как он, я бы сказал, да ладно, ребят, вы что совсем? Нет, Джейкоб, я думаю, что ты очень похож на Ястреба. Нет. Ну, вообще, Ястреб очень изменился в четвертом сезоне и стал более адекватным. Меньше агрессии, больше обдуманных действий, так что не надо катить на него бочку. Следующим у них поинтересовались, кто, скорее всего, случайно или специально во время съемок начнет петь на съемочной площадке. Я? Мэри. У кого есть опыт работы в мюзиклах? О, нет, это не значит, что я хорошо пою, я просто пою. Обычно диснеевские песни. Только хотела сказать, что однажды во время съемок ты как раз таки их и пела. Я запомнила это, потому что это была кошмарная сцена, и перед тем, как мне пришлось избить тебя, я такая, я не могу ее бить, она поет диснеевские песни. Девушки отдыхают. Слепи снеговик камней и бла-бла-бла. Но если в Кобру Кай добавят музыкальные номера, как в каком-нибудь классном мюзикле, то претендент на исполнение явный знаток в песнях Дисней уже имеется. В следующем у них спросили, кому бы вы доверили давать советы по отношениям. Джанни. Джанни, да. Ааа. Прекратите. Я думаю, что он вообще самый здравомыслящий из всех нас. Да, это правда. Это правда, я единственный, кто... Я еще не успел прогнить. Спасибо. Нет, тебе не нужен мой совет в отношениях, поверь мне. Я ужасен. Он такой, типа, I'm a bad boy. Да, bad boy. Извини, я просто токсик юзер, тебе это не нужно. Да, мы боятся того, как сильно они в меня втюхались. Следующим у них спросили, кого, скорее всего, поймают за съемкой селфи. Теннер. Чего? Как он быстро среагировал, типа, чё? Ты что, пытаешься развязать войну прямо сейчас? Не-не-не, у меня просто есть забавная история со съемок драки в Доме Ларуса в третьем сезоне. Теннер пришел на съемку посмотреть. Я помню, как сел за стол, это было между дублями. Я просто оглядываюсь, и там в одном из коридоров, где болтается одна лампочка, Теннер такой, у меня есть видос, где он там стоит и делает селфи под лампочкой. Мы встретились с ним взглядами на долю секунды, и он опять продолжил делать свое селфи. Да я просто всегда волосы в порядок пытаюсь привести. Следующим последовал вопрос, кто, скорее всего, после трудового съемочного дня может закатить или устроить вечеринку. Я скажу Пейтон. Джейкоб. Пейтон. То есть я могу сказать так только потому, что единственный раз, когда мы тусовались вместе, на самом деле был у Пейтон, кроме того времени, как мы были у меня. Думаю, все зависит от твоего понимания слова «вечеринка». Да. Окей, люди... Волшебная ночь. Суть в том, что если ты хочешь поесть, ты просишь Мэри провести вечеринку. Потому что у меня там, кроме закусок, больше ни черта не было, и Мэри позвала меня к себе. Ну а как же пицца? У нас была пицца на твоей вечеринке. Ну да, была. Когда днями и ночами проводишь на съемочной площадке, снимая очередной 25-й или 50-й дубль какой-либо сцены, очевидно, становится скучновато и надо как-то себя развлекать. И одним из способов такого развлечения вполне может стать пранк над одним из своих коллег. Последним вопросом для актеров было, кто, скорее всего, устроит розыгрыш на съемочной площадке. Я скажу Теннер. Джейкоб? Джейкоб. Буквально все время, когда мы снимались с ним в одной сцене, он то толкал меня, то пинал. А как же мейкап-пранк? Он любит меняться местами. Погодь. Не, стой, не-не-не. Мэри разыграла меня в этом сезоне, о чем знала просто кучу людей. Она... По сути, она сказала, типа, «О, да, мы собираемся напугать Джейкоба, и ты растянула этот пранкаш на целых две недели». Они хотели, чтобы я подумал, что Джейми, наш ведущий мейкапер, как-то тебя поранил? Да, типа, он вырубил меня. Да, в общем, Джейми выбегает из той маленькой секции, где Мэри делали макияж, и такой, «О, боже мой!» Типа, бежит такой. Я кричала, «Кровавое убийство», а потом просто выбегал Джейми. И я такой, «Че за херня?» Я подумал, «Окей, ладно, может, там ящерица какая-то, может, ее поймать надо». Да, блядь, а там Леди Баг. Да, так что... Я зашел туда, и я вижу, как Мэри там валяется вся такая... Я подумал, «О, черт! Наверное, диабет! Там реально все плохо сейчас! О, мой бог! Она умрет!» Так что я обосрался и такой, «Мэри, Мэри!» Мне делали мейкап, и на мне была маска, и я подумал, «О, я не хочу подходить к ней слишком близко!» Так что я вышел и сказал, «Ребята, позовите кого-нибудь на помощь!» Она пыталась меня привлечь, чтобы, типа, такая, «БЛЕЕЕ!» Чтобы напугать меня, но я и так был слишком напуган, поэтому больше туда не ходил. Он идет туда, и я слышу, как они идут. О, боже, о, боже, и выжидаю такая, чтобы он подошел, и я смогла напугать его. А он там такой говорит, «Нет, там все слишком плохо, она прям без сознания. Как будто мне реально было плохо, это было так жестко!» Потом Пейтон в качестве рофла начинает снимать меня, и ржет, типа, «Ха-ха-ха-ха!» А я такой, нет, это серьёзно. Она такая, о да, почему? А я, мне кажется, у неё диабет. Это очень плохо. Вот это пранкстеры, прям-таки от бога. Джейкоба Ашкандрати чуть не хватил. Но зато будет знать, как вечно пинаться и толкаться. Ну а теперь пришло время глянуть, какой арт у меня вышел в этот раз. Другие мои работы вы можете посмотреть у меня в паблике, либо на страничке в Инстаграм. А на этом всё. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержать меня и мой канал вы можете, став моим спонсором на Бусти, получая при этом эксклюзивный контент. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok